Неполное лабораторное исследование, антисанитарии и нелегальный транзит сухого молока. Эти и другие нарушения выявили в текущем году сотрудники областного управления Россельхознадзора, применяя информационную систему «Меркурий». Подробности у Романа Быкова. Система «Меркурий» работает в нашей стране более полутора лет. Уже есть и определенные результаты. Например, выявлено, что в 2018 году более 21% проверенной молочной продукции оказалось фальсификатом. Кроме того, теперь можно отследить весь путь исходного сырья, его производство, условия хранения и транспортировки. Здесь тоже фиксируются нарушения. Выявлены факты поставки фальсификата. Это касается сухого молока. Была выявлена незаконная поставка более 80 тонн, которая шла через Тверскую область. Документов, подтверждающих выработку данной продукции на предприятиях, которые были заявлены, мы не нашли. В итоге по Тверской области ведомство выдало более 300 предостережений за нарушения при оформлении документов. 10 пользователей системы заблокированы. Что касается самих молокопроизводителей Верхней Волжья, то к ним есть претензии по качеству лабораторных исследований и санитарному состоянию помещений. Что касается фальсификата, то в прошлом году было несколько случаев. Однако гораздо больше проблем с неместными предприятиями. Остается проблемой то, что продукция ввозимая из других регионов, в ней, конечно, процент выявления фальсификата гораздо больше. Лидирует по-прежнему Московская область. Но мы принимаем меры. Но я считаю, что продукции такой становится меньше. Что касается мер, которые стоит предпринять простым жителям, то здесь, в Россельхознадзоре, рекомендуют отдавать предпочтение проверенным маркам. А еще не делать выбор в пользу откровенно дешевых товаров. Но не может, например, сливочное масло сейчас стоить 150, 200 и даже 300 рублей за килограмм.